Двукратный олимпийский чемпион, сенатор Арсен Фадзаев, один из организаторов турнира. Прошла утренняя часть, три веса сегодня, два олимпийских, один неолимпийский. Как, в принципе, борьба сегодняшняя? Ну, я думаю, борьба интересная была. Ребята соскучились по борьбе, потому что уже больше года, ну, год, наверное, многие уже не выступали, понятно, с болезнью, с этой проблемой, коронавирусом. Поэтому борются с настроением, ребята готовы, это радует, интересные схватки. Идлисов-Тускаев, вот, за выход в финал была интересная схватка такая, 6-6, но дали по результатам четырехбальный бросок был Тускаева, поэтому просудили победу. Ну, я думаю, что нам сегодня есть посмотреть финалы, будут интересные, ну, и, конечно, думаю, что завтра будет очень интересно, потому что в 74 одновременно собрались 5 чемпионов мира. Очень такого еще я давно не помню, что даже в советское время, по-моему, такого не было, да. Поэтому вот мы даже сегодня ставки делаем, мы с собой разговариваем. Михаил Геразеевич, я, Амар Муртазалиев, говорили о том, что кто вообще в этом весе будет лидером. Вот мы у нас так бы разошлись мнения, но я думаю, каждый из нас может ошибиться, потому что там непредсказуемо, просто все готовы и все мастера высокого уровня. Личное мнение. Седаков? Ну, он чемпион мира прошлого года, он сегодня лидер, но я тебе скажу, там любой может показать хороший результат. А ставку на кого делать, если деньгами играть? Если деньгами играть, надо ставить до всех, чтобы не проиграть. Категория 65 килограммов тоже, в общем-то, сегодня была, ну, собрала и чемпионов мира, и победителей олимпийских игр. Кто понравился, кто не понравился, чем не понравился? Ну, не то, чтобы не понравился, он больше расстроил нас, болельщиков, потому что мы за Сослана болели, Рамонова. Он олимпийский чемпион, он звезда в этой весовой категории, это его весовая категория. Но, к сожалению, он проиграл и проиграл не просто так, наверное, все, всему свое время. Наверное, я так думаю. Он достойный, хороший борец, он борец высокого класса. Ну, сегодня вот так получилось. Наверное, это в первую очередь связано с тем, что он вчера ночью пролетел, согнал вес, я думаю, килограмм 8 как минимум, а может 10. Поэтому 3-4 схватки в день, это тяжело было для него. То есть, если бы регламент позволял вот так, как положено, 2 дня бороться и был бы больше перерыв, возможно, получше бы дышал, да? Ну, возможно, получше бы, но поймите правильно, возраст, возрастная проблема, ну и давно нигде не боролся, и сгонка веса. Да. Рашидов Гаджимурад лидер, лидер последних лет, лидер мира. На мой взгляд, осторожно ведет схватки на этом турнире. Ну, Рашидов осторожно, но зато уверенно. Поэтому надежно, я бы так сказал, надежно, уверенно. Поэтому я думаю, что у него есть хороший шанс. Какая категория проблемная в сборной России из олимпийских, имеется в виду? Тяжи у нас есть проблемы, но будем надеяться до Олимпиады еще почти год, если будет все нормально почти год, да? Потому что мы не знаем, что будет через год опять, да? Но у нас, да, есть вопросы тяжелой весовой категории. Но будем надеяться, что может получится подготовиться. Все очень надеялись, что Токио состоится в этом году. Как в команде вообще восприняли перенос, федерация, в руководстве? Я думаю, все болезненно восприняли это все, потому что готовились. И команда у нас достаточно хорошая, вы об этом хорошо знаете. У нас в последние годы мы всегда выигрываем 4, минимум 4-5 золотых медалей, 6 золотых медалей на чемпионатах мира. Поэтому команда была готова, мы все готовились, и национальная команда готовилась. Каждый весовой категории отдельный подход был. Тренерский совет очень серьезный, федерация в принципе в общем. Но так получилось, что сделать, значит, по такая. Значит, надо дальше готовиться, и дай бог, чтобы все было, как бы, сложилось все хорошо. Арсен, расскажи, пожалуйста, вот о кухне. Я понимаю, что чемпионат переносился несколько раз, да, с весны. Разные схемы придумывались. Даже фигурировала схема вообще, вот чуть ли не в Сочи собрать там сборную и по кругу, как американцы прокрутить. Расскажи, как вы думали, какие просчитывали варианты, и почему выбрали вот этот? Ну, первый вариант, это мы еще в прошлом году определялись, это в Улан-Де, Бурятия, и это была просьба главы субъекта, и мы к этому отнеслись с пониманием, потому что там есть хорошие борцы, и давно мы там не проводили. Очень давно, по-моему, лет 25-30, может, а может больше. Поэтому, когда мы это согласовали, потом у нас получилось, что не Олимпийский год, а там часовой поезд Токио и Улан-Де, и нас это устраивало, чтобы прокрутить ребят, то мы решили перенести его, и думали, куда перенести. Ну, а потом перенесли в Владикавказ. В Владикавказ опять с главой согласились, согласовали все вопросы субъекта республик Северной Осетии и Алании. Но мы понимаем, что как вот здесь, так бы в Осетии не получилось. Там небольшой зал, и мы не могли провести, чтобы там люди без зрителей, невозможно, это просто невозможно. Ну, и тогда с пониманием глава, и мы решили перенести именно сюда, и мы написали на сайте нашей федерации о том, что без зрителей. Здесь практически зрителей нет, это все борцы или тренера, или руководители, то есть те люди, которые приехали вместе с командой. Зал хороший, условия нормальные, и слава богу, все пока идет хорошо. И схватки интересные, и судьи без ошибок пока все, все пока без всяких таких. Как будете к чемпионату мира готовиться? Ведь накатывает, ну, раскручивает вторую волну, или она идет реально, да, и, соответственно, пойдут ограничения. А как команда, вот вы сейчас отберете команду, какие планы на подготовку к чемпионату мира? В декабре, да? Ну, или в ноябре уже говорят. Нет, в ноябре, в ноябре, не знаю, в начале декабря говорят, но я хочу сказать о том, что мы будем готовиться, у нас после этого будет сбор пройдет. Где? Сбор пока не принял решение, но, скорее всего, в Сочи будет. Но я хочу вам сказать одно, что то, что сегодня мы слышим, и видим, и читаем, и получаем информационные новости по коронавирусу, у меня большие сомнения. Продолжение следует...